Когда пришли работать, отключили домофон. Я уже 10 дней уговариваю, чтобы они его подключили назад. Вот такие полы в подъездах у нас. Прохудившиеся полы, потертые марши, старенькие перила – всё это должны были сменить в ходе капремонта, считают жители дома на Ленина 114. Народный фронт жалобу принял. Обсуждать её пришлось сообща. Ведь собственники голосовали за смену коммуникаций. Менять полы подрядчик не имеет права, объяснили присутствующим сотрудники фонда капремонта и УК. Фонд капитального ремонта у него ограниченный ряд, спектр, скажем так, функций. Он делает то, то, то. Если положено менять вот только это, то никак он не будет убирать песок в песочнице, скажем, ну, смену песка в песочнице в детской площадке не будет производить. Он должен делать конструктивные элементы здания и инженерное оборудование. Всё. Повреждённые полы поправят, работу домофона восстановят. С мелкими претензиями специалистов фонда разобрались тут же. Крупных жалоб на рабочих у собственников не нашлось. Замечательно сделали нам тепловой узел. У нас тепловой узел, туда было страшно заходить. Сейчас там великолепный узел со всеми манометрами, термометрами, насосами. Ну, хорошо очень получилось. Не менее хорош ремонт на Шевченко-57. В дождь здесь топило все, без исключения квартиры на верхних этажах. Переделки кровли, межпанельных швов и подвалов собственники несказанно рады. Кровлю нам сделали, конечно, на пять. Сделали шикарно. Нам снимали всё полностью, её демонтировали, сделали, прочистили вентиляцию, полностью убирали всё. И на этом адресе недовольных не нашлось. Вообще же жалоб от собственников поступает немало. Чаще всего их адресуют в фонду капремонта. Практически на каждом доме есть один-два недовольных. Есть недовольные, которые в целом недовольны ремонтом, что мы тут пришли к ним, потревожили их, не успокоились. Кто-то недоволен тем, что, допустим, если это касается сетей, что мы заходим к ним в квартиру, ремонтировать общее имущество. Чем ещё бывают недовольны собственники, общественники озвучат чуть позже. В ходе первого рейда они побывали на 15 адресах, будут вести проверки и дальше. Все жалобы обитателей отремонтированных домов они перенаправят в Москву. Надо выполнять указы президента. И как бы вы ни хотели, вы их всё равно будете выполнять.